Сегодня мы говорим о знании, касающейся непосредственно счастливой семьи и здоровых детей, о таком понятии как телегония. Вернемся к нашей теме. И все-таки вот раньше, согласно историям из древности, из ранних времен, браком непосредственно назывался союз, когда мужчина брал в жены, ну так скажем, не девственницу, гулящую девку. Поэтому такой союз назывался браком в силу того, что дети, рожденные такой женщиной априори, не могли быть, как вы вот сейчас рассказывали, нравственными, высокодуховными и таким благородным потомством. Этот союз назывался браком. А союз, совершенный с человеком чистым, соблюдающим целомудрие, назывался семейным союзом. Вот есть ли все-таки здесь не то, что какая-то случайность в том плане, что сейчас любой брак называется браком? Есть ли вот здесь вот тонкий момент именно брачной истории и всего, что происходит в нашем мире сейчас? Вообще союз мужчины и женщины — это сакральный некий акт. В чем, собственно, смысл вот этого соединения мужчины и женщины? Эти отношения даются для того, чтобы человек, он постигал законы жизни. Потому что безнравственная жизнь — это жизнь, сосредоточенная на самом себе, это жизнь, пропитанная духом эгоизма. Человеку дается семья, чтобы он в этой семье учился отказываться от самого себя, от своих личных корыстных интересов, думал о благе своего партнера, мужчины или женщины, неважно кто, ребенок. Смотрите, все эти родители, все эти личности, они как бы отрывают человека от его сосредоточенности на самом себе, требуют внимания. Ребенок не вырастет, если он просто не будет получать внимания. На физическом и на психическом плане. То есть сам ребенок, который приходит в семью, он отрывает мужчину и женщину от их наслаждения друг другом. Смотрите, мы видим, что действует один и тот же закон. Семья для развития нравственного сознания. Вот что мы с вами должны понять. Но когда люди, ну в данном случае мужчина и женщина, вступают в семью, не имея этой подготовки, то есть не имея понимания, как бы в чем предназначение семьи, в чем цель семьи, в чем цель этого союза. То есть они не имеют вот этой установки вообще, вот этого вектора, как бы знания. Они приходят в семью наслаждаться друг другом. Смотрите, каждый. Приходят два эгоиста, которые соединяют свои жизни. Женщина соединяется с мужчиной, чтобы наслаждаться при помощи него, то есть испытывать какие-то удовольствия, блага какие-то получить, требовать от него что-то и получать его внимание там на самых разных уровнях. Мужчина приходит в отношения к женщине, чтобы также удовлетворить какие-то свои желания. И вот смотрите, вот получается современная семья. Брак. Брак – это означает неудачный союз. Потому что вместо мира, вместо любви сплошные ссоры, требования, конфликты, недовольства, обиды, агрессии, разводы. Претензии. Претензии. Это не семья. Кризисы, которые не каждые семь лет. Нет, намного чаще. Смотрите. Но через семь лет просто все эти кризисы, они собрались, как просуммировались, и там просто уже катастрофа. Вот мы с вами имеем современную так называемую семью. Семья – это, смотрите, это очень большой экзамен на самом деле. И очень многие люди сейчас не сдают эти экзамены, не имеют подготовки, квалификации. Ну вот вообще семья, по вашему мнению, это, так скажем, облегчение жизни? То есть вот там выйду замуж, и все, жизнь моя станет легкой и прекрасной, или женюсь. Или это все-таки утяжеление, вот эти все процессы внутренние, которые нужно пройти, самообразование, самосовершенствование? Вот что скажете? Я скажу одну очень простую вещь, что, как есть эта русская поговорка, без труда даже рыбку из плода не выловишь. То есть для того, чтобы получить что-то настоящее в этой жизни, нужно заслужить это право. Очень многие люди современные ленивы. Они не хотят бороться за счастье, бороться за свободу. Вот смотрите, закон этого мира, это закон, как физики описывают, закон нарастания энтропии. Что значит закон нарастания энтропии? Энтропия означает хаос. То есть без усилий в этом мире нарастает только хаос. Вот, например, если мы пару лет не приехали на свой там какой-то участок загородный, то есть что там вырастет? Сорняк. Там вырастет сорняк. То есть сорняк — это растение с такой низшей агрессивной энергией, которая подавляет благородные растения. Ничего другое там не вырастет. Это глупо ожидать, знаете, если я там 2-3 года не был на своем садоводческом участке, и там, знаете, у меня такие там розы как-то вот распустились, как-то клумбы сами собой сформировались, какой-то, знаете, такой ландшафтный дизайн проявился удивительно красивый. Нет-нет. Хаос будет нарастать. Сорняк. Мы как-то купили с семьей дом в деревне. Два года там не были. Когда приехали туда, я стал искать дом, где же он? То есть вроде здесь, вот это же место. Дома нету. Знаете, просто сорняк выше крыши. Вот такой вот там вырос. Все настоящее, оно имеет более тонкую природу. Любовь, благородство, чистота, свобода, счастье — это все более тонкие божественные энергии. Вот за них нужно бороться. Как? Через труд, через усилия. Поэтому человеческая жизнь дается для этого труда. Настоящая семья без этого труда не может возникнуть. Настоящие глубокие отношения без кризисов, без этих проверок, без этого очищения, взаимное очищение сердец, когда люди отказываются от каких-то своих привычек в пользу взаимоотношений друг с другом. Вот ничего настоящего не появится. За семью нужно бороться. А современные люди хотят удовольствия получить, а не счастье. Вот современные люди в большинстве случаев даже не различают, что есть удовольствие, а есть настоящее счастье. Есть настоящая вот эта вот очень глубокая радость жизни. Современные люди в основном хотят собрать вот эти крохи удовольствия от жизни и теряют самое важное. Теряют ощущение бытия, теряют ощущение полноты жизни, гармонии с самим собой, с миром, теряют ощущение счастья. И когда крупиц этого счастья становится совсем мало, люди решают найти что-нибудь поинтереснее. И когда никакого удовольствия в отношениях через месяц супружеской жизни уже нету, у них возникает мысль, а зачем? И через пару месяцев они просто разводятся. А потом делают вывод, а зачем семью? Вообще, просто нужны партнеры. Для удовольствия. Для удовольствия. Без всякого какого-то даже закрепления на уровне гражданско-правовых актов. Субтитры создавал DimaTorzok